Добрый день, мои уважаемые коллеги. Евгений Наумович, спасибо большое за представление. Надеюсь, что я не разочарую, хотя, не скрою, мне было сложно после того, как я дал согласие на то, что вы участвовали в этой конференции. Действительно, когда я давал согласие на эту конференцию, двух месяцев назад все казалось достаточно очевидным и вполне простым для решения. Мы оценим динамику развития ситуации, проведем анализ международных рекомендаций, сопоставим с отечественными, поговорим о первых цифрах анализа данных, полученные и нами, и зарубежными коллегами, и, может быть, что-то расскажем про их. Но ситуация, действительно, это верно, очень сильно изменилась за прошедшее время. За то время, когда был разговор по поводу сессии, то, чего мы с трепетом ждали и боялись, любые неизвестные беды, пришло в нашу жизнь, и это очень очевидно, как бы, да, видно на, например, сайте РосНКВ. Мы видим, что раздел по поводу ковид переместился из новостного раздела в уже стационарный такой, размещенный среди стационарных вкладок, в которых содержатся какие-то устоявшиеся рекомендации. И, опять же, заглядывая на тот же самый сайт РосНКВ, мы видим, что о борьбе с ковид теперь уже рассказывают, и с большим успехом, на самом деле, рассказывают коллеги из регионов. И, опять же, очевидно, видно, так же, как раньше у наших зарубежных коллег, а кто смотрел выступления, да, зарубежных товарищей, то большинство из них говорило о том, что борьба и то, каким образом мы приспосабливаемся к этой пандемии, она очень регионализирована и очень связана с особенностями региона или клиники. То же самое, на самом деле, происходит и в Российской Федерации, у каждого свой опыт и свои наработки. А если посмотреть на статистику, на официальную статистику, то, честно говоря, она вызывает, ну, в какой-то мере радость и гордость, да, если эти цифры принимать как истину. Потому что прошло всего два с половиной месяца с того момента, когда мы вообще ничего не знали об этой болезни, кроме как с чужих слов. А сейчас, судя по официальным данным, у нас почти самый большой и самый успешный опыт в мире. И, по идее, уже нам пора писать рекомендации для остальных стран. Потому что, если вы посмотрите, мы находимся на 29-м месте по заболеваемости, если считать на 1 миллион населения, и при этом только на 44-м месте по смертности. Соотношение между заболеваемостью и смертностью, как абсолютной, так и на миллион населения, у нас совершенно прекрасное. И еще раз, мы как бы, да, получается, что мы имеем наибольший и практически самый успешный опыт по борьбе с этой инфекцией. Правда, к цифрам есть определенные вопросы. Это всего лишь вопросы. К сожалению, не знаю, узнали ли мы на них ответы. Но если посмотреть, то мы реально выбиваемся практически из всех стран, которые мы привыкли считать как ориентиры здравоохранения, как страны с развитым здравоохранением, по соотношению заболевших и умерших на 1 миллион населения. Это диаграмма. Плюс к этому, честно, очень настораживают цифры по поводу соотношения умерших медицинских работников и суммарного количества умерших по стране. Сейчас эти цифры немножко сгладились. Мы видим, что, ну, во всяком случае, на 23 число, когда я делал этот слайд, в списке погибших медработников, в списке памяти, значится 496 фамилий, что составляет около 6% от всех погибших, официально заявленных погибших по стране. Некоторое время назад эта цифра доходила до 10%. Если экстраполировать такие же данные, например, на Соединенные Штаты Америки, где 122 тысячи погибших от COVID, то реально, как бы, да, у них должно было бы погибнуть около 7 тысяч, больше 7 тысяч медицинских работников, если бы у них погибло 6% от всех заболевших. Выглядит и достаточно странно плата, которого мы достигли, потому что, если посмотреть, то, опять же, в большинстве европейских стран плата, это в том числе и стран с хорошим тестированием, как бы, да, плата возникла тогда, когда заболеваемость снизилась до нескольких десятков, ну, может быть, сотен случаев в день. Мы же достигли плата на фоне 7,5 тысяч новых случаев ежедневно. Ну, хочется верить, конечно, что каждый больной коронавирусом в Российской Федерации заражает только одного человека, как бы, да, передавая инфекцию только одному и больше никому. Но, честно говоря, это достаточно странные для меня цифры в отношении статистики. Хотя есть еще одна страна, у которой кривая, конечно, не так ровно выглядит ежедневных заболеваний, но тоже похоже по, даже гораздо выше, на самом деле, по уровню ежедневных заболеваний, это Соединенные Штаты Америки. Но в целом, если задуматься, то очевидно, что, во всяком случае, ну, в крупных городах, о которых, как бы, да, я знаю, с теми коллегами, с которыми есть контакт, нам удалось избежать итальянского, испанского или американского сценария. Во всяком случае, пока. Онкологическая служба продолжает работу, нигде она не рухнула, везде сохраняется оказание онкологической помощи. Многие коллеги и пациенты переболели, многие приобрели иммунитет против ковид, и потери среди близких друзей и коллег есть, но их очень и очень немного, тех, кого мы знаем лично. И поэтому возник вопрос, о чем же говорить. Ну, в принципе, уже есть рекомендации для хирургов, урологов, мамологов, радиологов, гинекологов, есть ли общие рекомендации для онкологов. Почти в каждой клинике в стране есть собственный опыт, и в регионе есть уже налаженные или отлаживающиеся региональные, специфические для конкретной клиники пути адаптации региональные онкологические службы под ковид. Ну, а подводить итоги, оценивать влияние на онкологическую службу пока еще очень и очень рано. И поэтому, ну, как бы, да, пытаясь найти что-то нестандартное, давайте посмотрим. Может быть, есть какой-то позитив, да, это может звучать не очень хорошо, но есть какой-то позитив в том, что произошло с точки зрения организации и подходов к онкологической службе, к медицине в целом. Может быть, где-то те ограничения, которые наложил на нас ковид, они сработают в качестве бритвы Акама и отрежут ненужные сущности, которые мы внесли и тащили с собой по привычке, и нам было просто тяжело их бросить. Ну, здесь, прошу прощения, изначально, наверное, я воспользуюсь служебным положением и хорошим расположением сопредседателя Евгения Наумовича, который дал мне кардлаж в этом, как бы, да, и поговорю о том, что мне самому очень интересно, и то, что занимало на протяжении многих лет, то, что я вещал, как бы, да, не знаю, насколько это относится к онкологии в частности, но мне кажется, это важно, учитывая, что это относится ко всей медицине, а именно система доказательной медицины, международных рекомендаций и рецензированных журналов с высоким рейтингом. И мне так кажется, что ковид подбросил и очень сильно подбросил дров и огня в этот костер по поводу того, что что-то в консерватории идет не так. Ведь если посмотреть, то действительно совершенно очевидно, что в нашу стройную систему, ну, она не совсем стройная, но все-таки как-то выстроенная, принятие решений, встроился новый игрок, которую мы игнорировать не можем, ковид-19, который, в принципе, должен был бы и видоизменить рекомендации. Но, к сожалению, как бы, да, те люди, которые писали эти рекомендации, и привыкли основываться на доказательствах, на больших рандомизированных исследованиях и так далее, встали в определенные ступы, потому что откуда брать доказательную базу, если ее нет? И как тогда лечить больных? Если посмотреть на рекомендации, вот ЭСМА взяло на себя, на самом деле, смелость все-таки выпустить какие-то рекомендации, дизис-специфик. Но если вчитаться в текст, то примерно все сводится к тому, что ребята, поступайте, как знаете, на фоне кейс-бай-кейса, за исключением со всех общих рекомендаций. Люди просто боятся сказать какое-то мнение, потому что это будет opinion-based, то есть это будет основано на личном мнении, но никак не на доказательной медицине. А НССН, которое было светочем нашим в отношении, на самом деле, о составлении рекомендаций, оно ковидные рекомендации, то есть они свои рекомендации под ковид вообще не стали менять, а просто размещают на сайте чужие. И поэтому, как мне кажется, первая уязвимость вот той системы, в которой у нас есть, она не предусмотрена и не имеет устойчивости к стрессовым сценариям. Пока она раскочегарится, мы доживем до следующего ковид или до следующего вируса, но при этом мы как-то справляемся, принимая решения, пускай у них и уровень доказательности 4С. Но, может быть, тогда нам помогут статьи в журналах, то есть это гораздо более быстрая ситуация. Люди публикуют свою информацию, и мы знаем те источники, которым однозначно можно доверять. На самом деле на нас обрушился огромный вал информации, посвященный ковид, хотя то, что касается ковид и рак, составило от нее примерно одну двадцатую, может быть, чуть больше. Мы видим, что с начала года было опубликовано 26 тысяч статей о ковид-19, и 1800 из них были про ковид и про злокачественные опухоли. К сожалению, для нас здесь видно, что наш опыт и наши большие цифры, и наши удачные цифры в отношении борьбы с этой заболеваемостью абсолютно не транслировались в публикационной активности. Если посмотреть на портал, то мы видим, что 417 из 1800 статей про ковид и рак родом из Китая, и одна, только одна статья с этими ключевыми словами родом из Российской Федерации, то, судя по всему, наверное, ее написали реаниматологи, а не онкологи. Но у нас всегда был аргумент, как бы, да, нас не берут в космонавты, хотя мы особо и не пишем, но мы всегда говорили, что российский автор почему-то каким-то образом дискриминируется. Но, опять же, к сожалению, эпоха ковид, она поставила вопрос, а кого же в космонавты берут? И здесь проблема коснулась, ну, скажем так, иконы стиля, нескольких икон стиля, которые мы привыкли рассматривать как совершенно непогрешимые с точки зрения отбора публикаций по поводу качества этих публикаций и так далее. Можете ли вы назвать медицинскую икону стиля? Да, разумеется, конечно, легко. Это «Ланцет». Да, если статья опубликована в «Ланцет», то это последний аргумент, который можно сразу же привести и больше не спорить. Абсолютно, как бы, да, непререкаемый авторитет. Но ковид, к сожалению, подбросил сомнения и в идеальной существующей системе пир-ревью журналов с высоким импакт-фактором. Первые сомнения закрались тогда, когда «Ланцеты» журнала такого же уровня стали активно публиковать статьи, чаще всего, к сожалению, это китайских авторов, но не только, которые вызывали много сомнений как по, как бы, да, тексту, так и по смыслу. Периодически появлялись статьи, которые, как бы, да, по заголовку, как в «желтой прессе» вызывали очень большой интерес. Китайские авторы, например, опубликовали статью по поводу того, как им удалось полностью предотвратить занос COVID-19 в онкологические центры. Но когда ты читаешь текст, вдруг оказывается, что в журнал просочилась совершенно бессмысленная статья, потому что в первых же строках было написано, что ни одного пациента, которого они тестировали перед входом, не было COVID-19. То есть на самом деле они туда просто не попадали. Это был пекинский центр, где, судя по всему, не бушевала эпидемия. Но что самое печальное, к сожалению, да, мы, похоже, мы увидели то, чего не видели со времён афёры доктора Безводы. Кто не помнит, из молодых коллег это была ситуация с трансплантацией костного мозга при метастатическом раке молочной железы. Человек опубликовал несколько исследований, на которые ориентировались и клиники, и страховые компании. Огромное количество пациентов получили это лечение. А потом оказалось, что данные были практически полностью сфальсифицированы. И вот мы видим, что появляется публикация в Lancet. Она выглядит как публикация в Lancet. Она составлена со всеми характеристиками. Она читается как публикация в Lancet. Она имеет последствия как публикация в Lancet. На результатах этой статьи, например, Всемирная организация здравоохранения остановила одно из идущих исследований по гидроксихлорохину, препарату, который рассматривался как препарат для профилактики и лечения COVID-19. Статья прямо заявляла, что препарат не только... Это было ретроспективно исследовано, но огромное. Там было около 90 тысяч пациентских кейсов. Она прямо заявляла о том, что препарат не только неэффективен, но он еще и опасен, то есть он увеличивает смертность пациента. Но потом вдруг оказалось, что, похоже, пройдя все этапы отбора и лицензирования в наиболее уважаемом медицинском журнале, статья оказалась полностью или частично сфальсифицирована. Люди стали слать гневные письма и в Lancet, и в другие источники информации, задавая неудобные вопросы. Потом оказалось, что авторы включили часть информации, которая не соответствует действительности. Что самое печальное или смешное, препарат действительно, судя по всему, оказался неэффективен или малоэффективен при COVID-19, потому что следом было опубликовано уже рандомизированное исследование, показавшее, что использование гидроксихлорохина в качестве профилактики COVID-19 у людей, которые контактировали с этим, с пациентами больными, оно не приводит к снижению тех исходов, которые были заявлены первичными целями. И со вздохом облегчения на самом деле Всемирная организация здравоохранения наконец повторно и, скорее всего, до конца закрыла ветку исследования с гидроксихлорохина, следом за ней пошли Евдея и Найс, следом, похоже, пошла Москва, правда, честно говоря, мы, к сожалению, я думаю, что даже Трамп бы удивился, если бы знал, глядя на аргументы, по которым мы закрыли идущие у нас исследования, аргументы звучат следующим образом, что в связи с тем, что мы прошли пик, теперь профилактика гидроксихлорохина мне нужна. Но при этом, правда, слава богу, нужна, наверное, все-таки профилактика контактная в виде масок, перчаток и так далее. И, в принципе, очень хотелось бы присоединиться к мнению ВОЗ и других организаций, но тут оказывается, что, например, в том же самом New England Journal of Medicine та же группа товарищей, которая опубликовала исследования по гидроксихлорохину, опубликовала другую статью. И я тоже обратил на нее внимание, учитывая, что я гипертоника, принимаю ингибиторы рецепторов ангиотензина, и мне было тревожно по этому поводу. И вдруг я читаю в «Уважаемом журнале» о том, что, судя по всему, препараты из этой группы не только не увеличивают риск смерти от COVID, а даже предохраняют от него, но вдруг оказалось, что и эта статья также неизвестна, откуда взялась, хотя была пропущена «Уважаемым журналом». Но, собственно, это не является открытием. Если посмотреть, как происходит адаптация многих препаратов, мы видим, что, к сожалению, во многом судьба препарата или судьба методики, насколько быстро от него отказываются, зависит от того, является ли этот препарат брендированным, где до последнего борются фармацевтические компании за то, чтобы он сохранился на рынок, или, соответственно, этот препарат уже выше, чем в тираж, и это некое исследование, которое не поддерживает фарма. От исследования гидроксихлорохина достаточно быстро отказались. Но еще раз повторюсь, это тоже не тайна. В онкологии мы видим множество подобных примеров. Если кому-то нужен препарат или методика, то мы видим, что 3-2% выигрыша будут крайне актуальными, крайне важны. Если это вышедший в тираж препарат, то, скорее всего, никто за него не будет биться, и его просто прекратят использовать. Его не останется места. Но, с другой стороны, мне кажется, что из вот этой вот ситуации возникает и другой вопрос. Похоже, что система доказательной медицины, рецензированных журналов, стресс-тест не выдержала. И это наглядно проявляет застарелые проблемы этой системы. Нужно ли отказываться от доказательной медицины, рецензированных журналов и рекомендаций? Да, безусловно, нет, конечно. Но ее бюрократическую часть все-таки, мне кажется, нужно отрезать. Она сильно затрудняет исследовательскую деятельность, при этом не страхуя от ошибок и фальсификации. Мы нагромождаем все больше и больше и видим при этом, что люди не очень честные, как бы, да, спокойно проходят эти барьеры. И когда стоит бой между приверженцами, как бы так, opinion-based medicine, тех людей, которые говорят, что собственный опыт, определенные наработки и представления имеют какое-то значение, и тех людей, которые говорят, что однозначно должен быть догмат evidence-based medicine, мы видим, как это может выглядеть в натуре. Опять же, вот статья в Медскейп, в любимом моем, в основном, как бы, да, журнале, который говорит о том, это статья человека, занимающегося эндокринологией, но все равно достаточно интересная. Ставится вопрос, а не подбрасывает ли ковид огонька в эту самую opinion-based medicine. И в качестве аргумента он говорит, он как раз приводит тот самый гидроксихлорохин и говорит, что многие исследования показали, причем научные исследования показали, что препарат неэффективен, более того, он опасен. Но если посмотреть, куда ведет ссылка на опасность препарата, мы видим, что ведет она на то самое исследование по гидроксихлорохину, которое в тот же день, когда человек написал эту статью, было отозвано в связи с фальсификацией данных. И поэтому реально, как бы, да, если задумываться, и этот вопрос я вижу у многих коллег, в том числе иностранных, как бы, да, да, рецензируемые издания, да, индекс цитируемости, да, все выглядит формально прекрасно, но если бы не жадность и глупость авторов, которая заставила их включить в базу данных пациентов из Австралии и Африки, там, где небольшое количество пациентов, и там, где это могло бы быть просто проверено, наверное, так же, как, например, со смертностью медработников от COVID, да, в Российской Федерации, там, где есть возможность за что-то, за какой-то якорь зацепиться, то, скорее всего, оно никогда не было бы отозвано. Но если посмотреть на личное мнение, если вы вспомните, что такое гидроксихлорохин, это препарат, который активно и широко и безопасно используется для литерения многих болезней соединительной ткани. Если вы посмотрите на цифры, которые вы здесь видите, то возникает вопрос, о каким образом реально, как бы, да, тот человек, который ревьюировал, который оценивал эту стадию в ланцет, пропустил и не задал этих вопросов авторам. Мы видим, что разница между контрольной группой, которая не принимала гидроксихлорохин с той или иной как бы, да, добавкой, и теми, кто принимал, разница, абсолютная разница в смертности составляет 10-15%. Мы с вами, онкологи, как бы, да, вспомните хоть один препарат, который даже у тяжелых больных вызывал бы такой прирост смертности. А здесь идет речь об амбулаторно назначаемом достаточно безопасном препарате. К сожалению, как бы, да, получается так, что процесс peer-review совершенно от этого нас не страхует. И видно, на самом деле, по тому же автору, мы видим, что до 2017 года он опубликовал лишь одну статью в Lancet, а в 2019, в 2020 этот человек опубликовал в одном Lancet четыре публикации. Эти люди, к сожалению, активизировались, и барьер, который, причем это человек из Гарвардской школы медицины, и никакой барьер их не сдержал. Более того, еще одна статья, например, послужила поводом той же группы авторов для того, чтобы страны, страны Центральной и Южной Америки адаптировали препарат для рутинной клинической практики. В итоге, эта статья была от Озбана. Но, опять же, причем здесь онкология? Вспомните, какое количество статей, а я не так давно говорил с одним своей коллегой, не буду говорить каким, но он всем хорошо известен, который говорил, что я вхожу в стиринг коммити, я вхожу как человек, который участвует в большом количестве онкологических исследований и потом является соавтором этих исследований в больших статьях, я вижу, как их часто пишут, если это то, что заказано или то, что делалось при участии фарма. Что еще плохого может отрезать ковид? Однозначно, с моей точки зрения, поправят меня коллеги или нет, но отрезала недоступность и литарность выездных конференций. Я как человек, который часто ездит, у меня нет этих проблем, но я понимаю, что, допустим, для многих региональных коллег, для людей, которые не достигли определенного уровня, когда тебя кто-то возит, съездить на конференцию, поучаствовать в ней большая проблема. Сейчас мы видим, что в виртуальном формате они, а, стали более доступны, и, б, они стали более, гораздо более посещаемы. Не знаю, сколько сейчас людей сидит на нашем с вами мероприятии, но совершенно очевидно, что таких залов я видел, что 300-400 человек, подключившихся дистанционно, присутствуют на конференции. Это редкая ситуация приочных занятиях. И плюс к этому удалось избавиться от пренебрежения к вебинарам. Честно говоря, с моей точки зрения, наверное, эта практика должна продолжаться, и она пришла. Что еще удалось отрезать? Магический ритуал личного общения. Честно говоря, у нас все время, как бы, да, если вы вспомните все споры о дистанционной медицине, первичный визит не может быть, ни в коем случае сделан дистанционно, очень много формальности и так далее. Сейчас мы вынужденно в части случаев перешли на дистанционное общение с пациентами. И, как мне кажется, во многих случаях ничего не потеряли, а только приобрели. Опять же, еще один чемодан, который мы очень тяжело несли, но очень боялись брусить. Ненужное обследование. Тогда, когда они проводятся ритуально по привычке из-за того, что просто мы считали, что так должно быть. Сколько было копий сломано по поводу того, что не нужно, допустим, обследовать пациента с ранним раком молочной железы, активно обследовать после завершения одевантной терапии. Сейчас это получилось само собой. И я очень надеюсь, что мы задумаемся и не вернемся к этому случаю. Кроме того, произошло вынужденное, но очень долгожданное отрезание ненужной агрессии в лечении наших пациентов. Долго мы убеждали о том, что не нужно давать химиотерапию метастатическому люминальному раку молочной железы. Долго мы говорили о том, что на месте есть, что есть место для неодевантной, допустим, эндокринотерапии при местно распространенном и ранних формах люминальных раков. И мы видим, насколько люди сейчас к этому становятся тропно, потому что это стало вынуждено, но они имеют возможность это попробовать. Даже хирурги, если вы посмотрите, уж те люди, которые обычно всегда ратовали за то, чтобы провести хирургическое лечение сразу, задаются вопросом, а не стоит ли переоценить роль неодевантной эндокринотерапии. Но, к сожалению, для нас отрезало и представление об онкологии как специальности номер один в медицине. Но, с другой стороны, как видите, сильно расширило кругозор. Мы полезли, и многие из нас полезли в вирусологию, в эпидемиологию. Кто-то пошел в реаниматологию с узумлением, узнал, что такое позитивное давление к концу выдоха и что такое ОРДС и как он лечится. Выяснилось, к счастью, что самым дефицитным ресурсом во всяком случае в Российской Федерации в процессе пандемии являются не вентиляторы, не хирургические койки, не доступ к кислороду, а врачи и медсостры. Потому что когда мы переводили вот этот вот рекомендации американской коллегии хирургов, как поступать во время наступления пандемии и какие, что, когда кончаются ресурсы, они рассматривали как раз, что основным ограничением для работы, например, онкологической службы будет нехватка вентиляторов, нехватка операционных и так далее. У нас оказалось, что реально единственный ресурс, которого не хватало, были врачи и медсёстры, если о них не думало руководство, они просто заражались, вот тогда прекращало работать иногда целое отделение и целые центры. Но, к сожалению, в большинстве случаев, и почему эта лекция оказалась такая сложная, как бы, да, пользу или вред приносят отрезания, нам ещё предстоит осознать. Каждый видит своё. Например, вопрос скрининга. Сколько копий ломается в этом отношении? Насколько нам важен онкологический скрининг? И взгляды на самом деле диаметрально противоположны. Одни авторы говорят о том, что сокращение скрининговых программ и обследований, которые ведут к случайному выявлению бессимптомных пациентов, потому что за это время ведь схлопнулась не только скрининговая программа, но и многое плановая помощь, когда во время компьютерной томографии или ультразвука могли найти какую-то энзоталону, может приводить к значительному увеличению смертности. Но, с другой стороны, и, честно говоря, мне близок вот этот подход. Многие говорят о том, что случился, если брать как раз скрининг, раннюю диагностику, огромный социальный эксперимент, который мы никогда бы не решились провести сознательно, отказавшись от проведения каких-то видов скрининга, например, той же самой молочной железы или ракопредстательной железы. И, возможно, сейчас мы увидим ответ на вопрос спустя какое-то время. Произойдет ли какое-то драматическое изменение выживаемости в смертности пациентов за счет того, что огромное количество карцином инситу ранних стадий не будет выявляться при этих заболеваниях. Но в целом, если завершить, наш онкологический и в целом медицинский мир вряд ли останется прежним. Но каким он станет, во многом зависит от нас. Что мы реально сохраним из того опыта, который у нас есть, кроме этого стресс-сценария? Вернемся ли мы на старые рельсы или попытаемся как-то туда вернуться? Или попробуем взять лучшее из того, что нам предоставила судьба в это непростое время? Хотя, честно говоря, некоторые могут быть вспомнят и другую поговорку, которую, конечно, нельзя приписать китайским ученым, но она тоже прозвучала. Спасибо. Спасибо.